Столько было за спиной городов, местечек, сёл, что в село своё родное не заметил, как вошёл. Ни один вышел со взводом, не по улице прямой, под огнём, по огородам, возвращается домой. Кто подумал бы когда-то, что достанется бойцу с заряженной гранатой к своему ползтикрыльцу? А мечтал он, может, статься, подойти путём другим, у окошка постучаться, желанным гостям, дорогим. На крылечке том с усмешками притаится замереть, вот жена в потьмах от спешки дверь не может отбереть. Видно, знает, 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 кто тут ждёт за косяком, «Что ж ты, милая, родная, выбегаешь босиком?» И слова, и смех, и слёзы всё в одно сольётся тут, и губам сухим с мороза губы тёплые прильнут. «Дети кинутся! Обнимут! Малый здорово подрос!» «Нет, не так тебе, родимый!» – заявиться довелось. Повернулись по-иному все надежды, все дела. На войну ушёл из дома, а война и в дом пришла. Смерть свистит над головами, снег снарядами изрыт, и жена в холодной яме где-нибудь с детьми сидит. И твоя родная хата, где ты жил не первый год, под огнём из автоматов, у паралитёнка держит взвод. «Да какого же это срока?» – говорит боец друзьям. «Поворачиваться боком, долежать, да мёрзнуть нам!» «Это я здесь виноватый! Хата всё-таки моя! А поэтому, ребята, – говорит он, – дайте я!» И к своей избе хозяин по-хозяйски строг суров, по сугробам подползает вдоль плитня и клетки дров. И лежат, следят ребята, вот он, снег отгрёб глупый, вот привстал, в окно граната, и гремит разрыв глухой. И неспешно, деловито, встал хозяин, вытер пот, сизый дым в окне сердитым, и свободен путь вперёд. Затянул ремень потуже, отряхнулся над стеной, заглянул в окно снаружи и к своим «Давай за мной!» А когда селенья взяли, командиры поскорей! «Так и так! Теперь нельзя ли повидать жену детей?» Лейтенант, его ровесник, воду пьёт из котелка. Что ж, поскольку житель местный, и мигнул ему слегка. «Но глядишь, прощайся срочно, тут, походу, не конец, и с улыбкой, это точно!» — отвечал ему боец. Редактор субтитров А.Семкин